Демарш президента Казахстана. Донбасс, не признавать, России не кланяться. Казахстанский президент Касым Жамар Такаев дважды удивил публику. Сначала, несмотря на резкое охлаждение отношений России и Запада, он прибыл на Петербургский экономический форум. Но в своем выступлении на форуме и в интервью российскому ТВ Такаев объявил, власти Казахстана не будут признавать ЛДНР и не намерены нарушать антироссийские санкции Запада. Более того, не считают себя обязанными Кремлю за спасение во время недавних беспорядков. У многих и ранее вызывало удивление строгое следование Такаевым линии на поддержание прежней неолиберальной модели экономики. Что означает зависимость от Запада и саботирование на деле процесса интеграции в рамках ЕАЭС, а также неудержимое желание усидеть даже не на двух, а на трех стульях сразу. Теперь же в первую очередь бросилось в глаза в его интервью журналисту ВГТРК Андрею Кондрашову от 15 июня. Там была озвучена позиция по поводу санкций, введенных США и ЕС в отношении России. Очевидно, что с самого начала руководство Казахстана признало данные ограничения, наложенные на союзника, и присоединилось к Общему Западному фронту по изоляции Москвы. Санкции есть санкции. Мы не должны их нарушать. Убежден, Россия справится с нынешними трудностями. Россия – большая страна с большой экономикой. Опыт прошлого показывает, «Мы получаем уведомление, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей страны», – откровенно заметил президент РК. До этого в таком же ключе, только еще более откровенно, высказался в конце марта первый заместитель главы администрации президента Тимур Сулейменов в интервью европейскому изданию во время его визита с делегацией в Брюссель. Он указывал тогда, что делегация приехала для того, чтобы продемонстрировать нашим европейским партнерам, что Казахстан не будет инструментом обхода санкций в отношении России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Белоруссией и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому последнее, чего мы хотим, – это вторичные санкции США и ЕС, которые будут применены к Казахстану. И третье – обсудить пути расширения нашего сотрудничества с ЕС. Тимур Сулейменов с делегацией в Брюсселе 30 марта. Данную позицию потом подтвердил и министр иностранных дел РК Мухтарт-Лиуберди, проводивший по заданию Нурсултана Назарбаева многие годы курс на сближение США и ЕС. У Казахстана особые отношения с Россией, дружеские с Украиной, война болью отзывается в сердцах казахстанцев. Казахстан всегда выступает против санкций как метода международного давления, только если эти санкции не приняты ООН. Но чтобы самим не заработать вторичные санкции, мы не будем помогать обходить их, сказал глава казахстанского МИДа. Министр иностранных дел РК Мухтарт-Лиуберди встречит Лиуберди и Блинкина. Проявлением поддержки санкций стала и блокировка остатков на счетах трех филиалов российских банков в Казахстане на сумму более 21 миллиона долларов. Незначительная сумма, но это символический жест, направленный как раз Вашингтону и Брюсселю с целью показать лояльность и покорность казахстанской элиты. В этом же ракурсе надо рассматривать и отказ казахстанского правительства от предложенных Москвой инвестиций в рублях в предприятии государственного фонда Самрук Казына, свидетельствующие о том, что заявленная приватизация активов стратегических компаний РК пройдет без участия российских компаний. Наоборот, в отношении же американских, британских и европейских инвесторов сохраняются самые благоприятные условия. Так, неделю назад в рамках Совета иностранных инвесторов при президенте РК состоялись отдельные встречи Такаева с руководителями компаний Chevron, Exxon Mobil, Cameco. Канда Петроулиум, в которых он подтвердил прежние кабальные соглашения о разделе продукции и контракты по недропользованию и предоставил дополнительные льготы. То есть система внешнего управления, когда диктует условия казахстанскому правительству западные корпорации, контролирующие две трети добывающего сектора и три четверти нефтегазового сектора, сохранилась неизменной. И поэтому нечего удивляться. Когда в упомянутом выше интервью российскому ТВ Касым Жамарт Такаев выразил откровенную неблагодарность в отношении Кремля, он фактически отверг главную роль России в спасении собственного трона во время известных январских событий. Впервые за 30 лет ОДКБ проявила себя, направив ограниченный контингент в Казахстан. Подчеркиваю, не Россия, а Организация договора о коллективной безопасности ОДКБ. В России некоторые лица перевирают эту ситуацию, утверждая, что вот Россия спасла Казахстан, а Казахстан теперь должен вечно служить и кланяться в ноги России. Считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, далекие от реальности. Нельзя политизировать эту ситуацию, высказывать разного рода досужие вымыслы по этому поводу, отметил Такаев в интервью телеканалу «Россия-24». Тут очевидно, что господин президент РК не просто лицемерит, а нагло врет, так как всем прекрасно понятно. Что без решения Москвы никакой спецоперации ОДКБ не было бы и в помине, а львиную долю введенного контингента составляли именно российские войска. Да, и если бы не Кремль, то участь Касым Жамарта Кемеловича была бы незавидной, так как все казахстанские силовые ведомства были под контролем членов семьи Назарбаева. Ведь понятно, что путь провалился только тому, что руководство России однозначно политически и военным способом поддержало Такаева. Сейчас же он пытается это дезавуировать и показать, что ничем не обязан Владимиру Путину, а, соответственно, общий проституированный курс на сближение с Западом и евроинтеграцию через объединение с Турцией продолжится с удвоенной энергией. Через призму этого становится абсолютно понятно и поведение Такаева на форуме в Санкт-Петербурге, где он повторял неолиберальные мантры о зеленой экономике, внедренные Западом в сознание своих приказчиков ВРК. Естественно, что он наотрез отказался и признавать ЛДНР, назвав и сквози государственными образованиями. Подсчитано, что если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на земле возникает более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квази государственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Сказал Такаев на пленарном заседании Петербургского Международного экономического форума, отвечая на вопрос модератора, главного редактора Арти Маргариты Симоньян. Тут, конечно, Косым Жамар Такаев слукавил, так как благодаря праву нации на самоопределение появились многие из этих 193 государств, в том числе и независимый Казахстан, в результате распада СССР. Но он действует в рамках линии, которая была озвучена еще в Анкаре 10 мая этого года, где глава РК вместе с Эрдоганом заявила о поддержке территориальной целостности и неделимости Украины. То есть, руководство Казахстана тем самым высказалось и против спецоперации по демилитаризации и деноцификации. При этом, многие ругали Назарбаева за проведение многовекторной политики, но на самом деле данную концепцию проституированного виляния лишь приписали как заслугу Елбасы. Но ее разработчиком на самом деле был неоднократно побывавший в кресле министра иностранных дел Косым Жамар Такаев. Поэтому он и не может изменить своему собственному курсу, который на данный момент можно назвать настоящим и откровенным предательством России. Именно в связи с эти восемь лет Нур-Султан Целиноград не признавал и Крым. И дальше больше размещал на территории страны американские военно-биологические лаборатории, учебные центры НАТО и Пентагона, подписывал соглашение о военном сотрудничестве с Вашингтоном и Анкарой. Проводил ежегодные учения с войсками НАТО «Степной Орел» и держал курс на построение мононационального государства с тотальной декоммунизацией и дерусификацией. В связи с этим подобные, по сути, враждебные высказывания Косым Жамар Такаева не должны никого удивлять, так как правящая казахстанская элита, заботящаяся о своих вывезенных активах на сумму в 300 миллиардов долларов, не думает и не видит себя в союзе с Россией. Поэтому угроза повторения январских событий с созданием англичанами и американцами Южного фронта в мягком подбрюшье РФ вовсе не миновало, а остается актуально и сейчас.